обратно возвращаю слово паше которую забрал я думаю что в принципе представлять тебя особо не буду ваш расскажет про то как они фандрейзит в своей стартапе и почему они не делали этого до этого момента хотя стартапа уже два года спасибо большое даш с радостью поделюсь своим опытом как раз только что созванивались кофаундерами в общем то я задал одному из них вопрос а у него есть опыт фандрейзинг артема игры тема посоветуй мне как вообще справиться со всей этой корней вот и в общем-то артем сказал что он не знает как он говорит что у него после фандрейза началась депрессии что в целом это все было очень сложной штукой и очень выматывающий и неблагодарный вот поэтому это наверное короткий ответ почему мы не понравились или до не хотелось погружаться в это состояние не хотелось ну чувствовать эти отказы взаимодействовать с инвесторами которые до конца не понимают что мы делаем и ну вот виктор говорит что надо научиться печать так чтобы инвестор выходил с пониманием что он дурак если не вложит у меня пока так еще не получилось но вот потихонечку находимся в процессе становления нашего печа и запуска процесса по фандрейзу давайте вкратце вообще расскажу про себя именно с точки зрения своего фандорского опыта и фандрейзинг какой у меня был на самом деле у меня был первый проект мы это купонный сервис вик левер который мы делали 2010 году мы делали его на хайпе этой бизнес-модели мне кажется в первый квартал 2010 года запустил все около шести наших конкурентов крупных каждый из которых зарейзил миллионы долларов вот мы в этом плане из того что были неопытные предприниматели не серийные не у нас не было опыта фандрейзинге мне кажется мы совершили все возможные ошибки и возможно одна из причин которая влияет вообще на мою скажем так страсть к фандрейзингу вот что у нас было мы где-то в 2011 году нашли лид инвестора это были ребята не профессиональные венчурные капиталисты которые представляли на самом деле банковскую структуру достаточно крупную входящую в топ-10 по прибыли в россии вот эти ребята в общем-то кто-то им из наших знакомых из консалтинга продал бизнес-модель купонов вот они поэтому решили с нами обсуждать сделку и решили проинвестировать нас 3 миллиона долларов с условием что начнут они с бридж кредита в полмиллиона долларов который должен привести стартап к определенным кипя и соответственно этот кредит конвертируется в долю когда они закидывают еще два с половиной миллиона долларов уже кэшом и все три миллиона долларов конвертируются у них в акции вот в начале двенадцатого года мы поняли уже что мы не выполняем эти кипя и несмотря на то что бизнес не сильно растет мы начинаем входить в убыток и финансироваться не только с бриджа но еще из нашей кредиторки то есть бизнес-модели группа на мы забирали деньги у пользователей и выплачивали часть этих денег поставщику услуг например там салоны красоты пользователи забирали 1000 рублей 700 рублей отправляли салоны красоты в общем-то всем этим мерчантам мы начали торчать много денег потому что начали финансироваться забородки задерживать платежи в том числе потому что я верил в модель рост и мне казалось что вот сейчас немножко мы дотянем до кипя и сможем привлечь травму в три миллиона в общем то так делать конечно не надо было это я потом уже понял и в какой-то момент в середине двадцатого года мы оказались с миллионом долларов долгов и том числе бридж на полмиллиона который мы раздавали вплоть до шестнадцатого года я думаю когда уже переходили совершенно другой бизнес модель и прибыльную с покупкой конкурентов из прибыли и совершенно другим мейнсетом вот в общем то мой опыт по привлечению инвестиций особенно за тот период был крайне негативный то есть из того что инвестор был в том числе непрофессиональный из того что условия достаточно были жесткими нам итоге пришлось полмиллиона бриджа отдавать никаких инвестиций мы не увидели поэтому конечно делая каждый свой последующий проект я стараюсь не фондрейзить сразу или вообще по возможности не фондрейзить и пытаться какими-то другими способами достигать результата при этом начиная наверное года с 13-14 я начал некоторые стартапы консультировать по фондрейзу и в том числе многие из них привлекли инвестиции где-то это были просто интродакшены и какой-то короткий фидбэк где-то я заходил как адвайзер и ребята поднимали там от 15 до 20 миллионов рублей на тот момент были там 300 400 500 тысяч долларов то есть такие небольшие чеки на ранней стадии за счет моей экспертизы которая у меня была там уже финансовое моделирование фидбэк из на пич каком-то взаимодействие с ресторами я постоянно как бы актуализировал свой опыт и присматривался к тому а хочу ли я в своем следующем проекте все-таки фондрейзи соответственно помимо всего прочего в девятнадцатом году я поработал немножко меншером фонде дьюдерил несколько проектов отсмотрел более 300 сделок где-то за 3-4 месяца в общем-то на стороне меншерного фонда мне тоже эта деятельность не совсем понравилась показалось она достаточно объемная в котором очень много задач при этом не так уж много инвестиций на выходе и достаточно высокий страх при инвестировать на туда то есть мне кажется что своей предпринимательской деятельности я боюсь сделать что-то что не приведет нас к результату но не наоборот и в этом плане работа венчерном фонде наверное мне не совсем подходило соответственно когда мы начали делать романтика я где-то в июле двадцать первого года мы начали делать это на инвестиции со стороны фаундеров где-то 150 тысяч долларов на текущий момент мы закопали фаундерских инвестиций и где-то еще 150 тысяч долларов у нас кредитного лимита на одного из международных функционеров в общем-то мы смогли за 300 тысяч долларов сделать стартап у которого в третьем квартале этого года средний месячный марара в районе 100 тысяч долларов то есть мы грубо говоря пробили отметку в серии сей при этом практически не ищая деньги на стороне да вот все что как бы пришло внутри компании это именно это акции от на деньги от наших акционеров и я понимаю что среднем по больнице наверное стартап который запускается на американском рынке чтобы добежать до этой точки рейзит обычно до уровня седа то есть это инвестиции в размере от 1 до 3 миллиона долларов минимальный наверное объем который необходим стартапа для того чтобы добежать до серии сей в нашей истории мы смогли сделать это намного дешевле где-то в 10 раз дешевле ну от 5 до 10 раз дешевле и соответственно чтобы вы понимали насколько я лично не хотел рейзить деньги что мы искали любые способы как с минимальным количеством инвестиций с максимальным бутстрепом добежать до этих до этих показателей я об этом еще поговорю в будущем на будущих слайдах что сработало как мне кажется в кейсе с романтиком во-первых конечно опытные фаундеры да то есть как бы большинство венчурных капиталистов знают очень простую статистику если вы общаетесь с серийным фаундером которого есть экзит вероятность того что он сделает повторный экзит шесть раз больше вот соответственно экзит есть у меня у моего партнера есть достаточно большой операционный бизнес там третий фаундер как бы технически технической точки зрения имеет там лучший бэкграунд наверное в мире машинного обучения в мире вот соответственно много фаундеров с хорошим опытом позволяет стартапу избежать большое количество ошибок и проверять гипотеза под таким очень лазерным фокусом полностью игнорирует то что к результату не ведет то что будучи фестайм интерпренером конечно я делал много ошибок все мои партнеры делали ошибки и мы сейчас этого не совершаем мы имеем возможность выбрать какую-то наилучшую стратегию которая с минимальными ресурсами придет нас к результату второй кризис который бы я отметил в части вот почему романтик произошел это нет ворк и сообщество у нас обществе есть практика благодарить за хорошее интро и если вдруг кто-то помог сообществе своей консультации я в этом плане конечно жестко профокапил потому что практически ни одного человека который нам помогал не благодарил а таких людей я думаю в комьюнити более 70 человек то есть на старте нас проконсультировала по мобильным приложением по рекламе по силу по ассо по всем вопросам огромное количество людей мы получили такое количество introduction of на потенциальных контрагентов сотрудников людей которые нас проконсультировали дополнительно просто в каком-то бесконечном объеме и мои сотрудники и партнеры до сих пор удивляются откуда я достаю из своего социального капитала людей которые нам нужны для решения практически любого вопроса конечно это позволяет экономить сотни тысяч долларов если там не миллион плюс и наличие у фаундера нетворка или доступа комьюнити в котором есть релевантные эксперты релевантные люди и сотрудники для того чтобы не платить на рынке за эти услуги позволяет сэкономить огромное количество денег и в этом плане не знают из вот если приведу пример на рынке вы идете искать там эмель инженера да если вы работаете с агентством она в среднем запросить у вас 15 процентов это его годовой зарплаты за выход им по некоторым позициям где мы не могли в нетворке дотянуться до кандидатов мы вынуждены были платить 15 процентов потом я прошелся по нетворку и во первых понял две вещи если агентство дружеское она готова работать и за оклад фактически то есть уже там почти в два раза дешевле а если рекрутер может быть инхаус тоже которого можно найти по нетворку то можно еще несколько раз меньше заплатить а если вы прошлись по своему нетворку нашли кандидата в своем окружении то вы никому фактически не платить эту цену и на нашем опыте вот там одного из эмель инженеров с достаточно высокая зарплата мы нашли просто по нетворку и сэкономили условно там от пяти до десяти тысяч долларов на выходе только одного человека в этом плане когда стартап активно развивается ему нужно много хайрить доступ к таким людям как мне является кажется критически важным и безусловно прошлый опыт взаимодействия с ним кого-то из команды позволяет вам избежать потенциальных рисков того что этот кандидат не подойдет но то есть если вы нанимаете на рынке кандидат может быть хорошо научился продавать себя и пичить и вы фактически возьмете и вы поймете что он не подходит только спустя там испытательный срок в случае когда вы ищете кандидата по метворку здесь всегда есть человек который за него поручился и если человек с хорошей репутацией скорее всего он не будет рекомендовать вам человек который вам не подойдет и задумается уже наперед если мэдж ценностный если мэдж по экспертизе и так далее это очень важно вот поэтому сообщество и нетворк обязательно одна из ключевых вещей которая позволяет экономить огромное количество денег при запуске стартапа и третий наверное тезис который я бы добавил это правильный выбор ниши фактически мы выбрали историю с и дал там потому что знали что секстинг с я и монетизируется из того что вот артема был в том числе опыт в прошлых компаниях и понимание того что ниша может иметь высокую рентабельность том числе в рекламе в продвижении есть уже какой-то спрос все такие инсайды позволяют вам сэкономить большое количество времени ресурсов на старт кроме того из того что я достаточно долго фокусировался на я и хотел запустить проект именно в этой сфере имея тоже какое-то долгосрочное видение до того как этот продукт или технологии может влиять на мир и влиять на индустрию удалось выбрать как бы стартап именно с эмэлем под капотом и уже только после спустя год мы увидели чат же 5 мы увидели целую революцию в сфере генеративных нейросетей поняли что необычайно важно делать стартап в той индустрии которая сейчас на хайпе главное здесь выбрать правильный тайминг потому что наверное сейчас если вы хотите сделать что-то генеративный яй генеративные возможно уже немножко поздно если вы начали делать это год-полтора назад значит вы сейчас находитесь хорошем тайминге потому что можете словить эти высокие оценки хайп и востребованность на рынке в том числе венчуре вот поэтому это наверное третий фактор который тоже очень важен здесь наверное присутствует элемент лотереи но с другой стороны возможно это связано в том числе с долгосрочным видением каким-то фаунга да допустим не знаю у меня есть партнер виртуальной дополненной реальность который искренне верит что там виар изменит жизнь всех людей да то есть его видение позволяет ему в том числе выбирать тенишие проекты которые действительно в перспективе могут значительно выстрелить и быть на хайпе ну единственное что виар мы ждем последние пять лет когда он выстрелит пока все это все никак не случится но все понимают что в теории это произойдет и соответственно тот кто имел долгосрочное видение развиваться в этой сфере однозначно получат плоды и результаты от своего как бы устойчивого подхода три вещи которые как мне кажется не срабатывают или являются рисками для нашего проекта которые в том числе частично компенсируют те пункты которые озвучил выше на самом деле у меня не было до этого никакого значимого опыта работы на американском рынке то есть я пожил штатов год поработал венчурном фонде моих партнеров были какие-то бизнес или проекта там но я бы сказал что значимого опыта работы на американском рынке ну как бы у меня не было и это фактически создает достаточно большой риск особенно в консюмерском продукте да где до конца не понимаю аудиторию какие у них там культурные особенности менталитет и так далее и все это конечно в том числе влияет на фидбэк администров которые тоже сообщают нам что ребята если вы не знаете что вашу аудиторию хорошо и глубоко можете ли вы делать для них какие-то значимые продукты но здесь своими каким-то способом пытаемся компенсировать этот фактор например там недавно мы в приложении запустили опрос где через тайп форму задаем очень много простых на самом деле вещей у пользователей там полу возраст мы знаем платят они или не платят у себя внутри в системе спрашиваю них как они относятся к приложению и такое большое количество инсайтов у нас появилось после того как там около тысячи людей ответили наверное отдельный топик который может быть в инсте подсветимость там ничего и профессионального не будет и я вижу что внутренние опросы могут в последующем привести к создаст звонкам потому что в том числе один из вопросов в тайп форме у нас был готовы ли вы более глубокое общение следа ставьте email более 100 чем-то пользователи сказали что они готовы я думаю что дальше мы достаточно глубоко как в нем их мотивацию знаем подробнее про то почему они пользуются приложением как они вообще видят его развитие это очень важно в том числе про второй тезис про то что мы до конца не понимали какую индустрию мы заходим и а в какой-то момент спустя год мы поняли что это дал педалка индустрия и какое-то время лично я был не в принятии этого факта но тем не менее как бы отсутствие опыта выдал к индустрии повлияло в том числе наверное на скорость проверки гипотез на network именно в этой нише и не дало возможность нам нормально бустануть просто из того что у нас не было глубокого опыта здесь но тем не менее какими-то другими способами мы находили людей из этой индустрии мы находили фидбэк ну конечно занял нам чуть больше времени чем могло бы и третий тезис да он наверное 7 час очевиден русскоговорящей командой это является наверное не столь значимым как это порой в голове у нас сейчас укладывается но все еще кажется блокером для того чтобы развивать международный проект или проект на американский рынок по каким-то мелочам где-то нам могут там счет не открыть какую-то платежку не зарегистрировать возникает постоянно вопрос связан с комплаенсом даже сейчас привлекая инвестиции там я думаю поднимать сейф у русскоговорящих ребят которые не являются нерезидентами россии и все равно понимаю что там будет определенный кей в оси нужно будет как бы смотреть на то подойдут ли нам эти инвесторы или нет если санкционка и так далее ну и наверное такое дополнительное ограничение которое я увидел русскоговорящей команде вот например мы искали продукта я понимаю нам нужен продукт который добежал там до миллиона долларов выручки по приложению в месяц я понимаю что в русскоговорящей среде таких продуктов ну десять человек но может двенадцать из них там половина скорее всего работали во фло или рядом ну как бы все больше никого не осталось и это конечно ограничивает то что если мы смотрели на более глобальный рынок всех продуктов которые делают мобильные приложения под этот тезис бы или ограничение подходило намного больше людей ну то есть там скорее всего сотни если не тысячи и если бы мы изначально развивали команду международная конечно мы имели бы доступ ко всему этому рынку труда на это отдельный топик для разговора почему бы туда не пошли на текущий момент мы видим больше плюсов работать достаточно узкая аудитория но тем не менее понятные прогнозируемые и до которой легко дотянуться то есть на какой-то момент реально из команды фло консультировал два человека казалось что это очень круто потому что они действительно что-то добились и сделали очень много классных продуктов не только в части беременности но и другие приложения типа лензы и так далее вот соответственно это вот все что касается почему кейсера и романтика заработал давайте пойдем дальше что мы видим вообще в своем стартапе как сейчас возможности риски во про возможность я уже говорил генеративный я сейчас на хайпе индустрия далт является невероятно рентабельно она позволяет нам в том числе делать генерации за счет клиента по сути если пользователь там генерит сообщение как ответ себе или генерит фотографии для своего бота по сути как бы для него это настолько ценная информация или контент что он готов за это платить а если он готов за это платить то по сути мы имеем возможность бесконечно генерировать новый контент где пользователь будет платить за серверные мощности то есть здесь как бы работает тезис что индустрия далт является локомотивом развития технологии на конкретных примерах да то есть за счет того что мы сейчас будем инвестировать в развитие генерации мы действительно сможем в том числе в какой-то степени двинуть индустрию генеративного и я и за счет как бы нашего продукта при этом как бы то что мы видим однозначно растет конкуренция мобильных продолжений в тематике геофренд и я сейчас в об истории американском дофига не каждый каждый кажется месяц там по несколько приложений появляется новых очень сильно растет доступность технологии машин лернинг то есть фейсбук выпускает свои ламы стейбл дефьюжен все это в открытом доступе выберете датасет обучаете делать какой-нибудь jailbreak и возможно уже у вас есть сопоставимые по качеству продукт с нашим по крайней мере у нас заняло там год полтора до для его развития и создания сейчас как бы это можно сделать за несколько месяцев и инвестиционно инвестировав туда не 200 300 тысяч долларов а десятки тысяч долларов то есть доступность машинных технологий она сейчас поражает и дает возможность очень низкий барьер входа иметь стартапом данном сегменте и мы видим в том числе что очень стабильный маркетинг это наверное одна из зон риска для нас но одновременно с этим общаясь с ребятами из индустрии смежных мобильных приложений текстовых допустим рассказов и каких-то последовательных игр где ты не с ботом общаешься выбираешь из предвыбранных чатов мы понимаем что то что мы делаем это дизраптит несколько смежных индустрий в том числе дизрапт проявляется в том что трафик у нас окупается лучше чем у остальных то есть если game game development уже нормально окупаемость трафика в несколько лет в нашем случае там если трафик не купился за месяц мы стараемся такие источники для себя минимизировать и находить в первую очередь те каналы где окупаемость происходит в первые 3-7 дней вот при этом наверное важная штука с точки зрения долгосрочности развития нашей технологии является переход в определенную мультимодальность мне кажется я об этом чуть подальше поговорю что с точки зрения продукта происходит на текущий момент нашем стартапе как нам кажется мы прошли продукт market fit то есть уже на текущий момент пользователи общаются с чатом больше часа в день они отправляют более ста сообщений и мы видим что они готовы платить за наш продукт в частности августовский марар у нас порядка 130 тысяч долларов мы понимаем что есть как бы положительная тенденция в то что есть подтверждение того что наш продукт востребован пользователям при этом мы понимаем что мы сейчас ограничены мобильным приложением мы недавно запустили веб и в данном случае мы фактически находимся на этапе тестирования каналов дистрибуции да то есть обычно в классическом стартапе это как раз таки есть series a когда у вас есть какой-то продукт и вы тестируете разные каналы дистрибуции в нашем случае каналы дистрибуции это допустим веб или telegram или какие-то другие источники где мы ту же нашу самую технологию монетизируем и проверяем для другого сегмента аудитории где например маркетинг может стоять не на платных источниках а на инфлуенсеров например или селебрити например выдалки индустрии которые как бы рекламируют telegram бота в котором как бы пользователи могут пообщаться с digital twin этого персонажа и заплатить ему за секстинг фотки и так далее с мы очень верим что такой например канал дистрибуции имеет намного более высокую маржинальность и емкость нежели чем мобильное приложение с платным трафиком там фейсбуке google то есть данном случае тестирование канал дистрибуции позволяет найти правильную модель масштабирования нашего продукта который очевидно мы должны будем делать на series b через полгода может быть год вот это вот наш родмэп текущий с точки зрения нашего движения развития текущих продуктовых инициатив наверное сейчас поговорим про самое важное как правильно рейзить сколько и что делать наверное несмотря на то что меня консультирует огромное количество людей по фондрейзу правильного ответа я все еще найти не мог бы то есть с одной стороны как бы нам кажется что мы делаем продукт наш очень дешевый я думаю что такой тезис касается большинства русскоговорящих команд то есть то что американская команда бы сделал там за миллион тире 3 миллиона мы сделали за 300 тысяч долларов очевидно что когда мы говорим о раунде там в 500 тысяч долларов миллионе то для меня в голове как бы наверное это то же самое что для американского фаундера в голове звучит как несколько миллионов долларов и я скорее всего за этот бюджет могу реально добежать до какой-то значимой стадии показать очень крутой трекшн но при этом сложно объяснить это нормальный инвестор что инвестор кажется что какие-то сумасшедшие фаундеры постоянно не уверенно себя ощущающие на рынке то им столько надо то вот столько но наверное с моей стороны это просто показывает как бы уровень нашего блокстрапа и отношения к бизнесу с точки зрения того что мы вкладываем деньги максимально какие-то эффективные каналы поэтому один из наших тезисов с точки зрения фандрейса взять небольшой бридж пол миллиона долларов и фактически добежать до выручки может быть в районе миллион долларов и возможно уже на эти деньги протестить канал дистрибуции подготовив масштабирование под масштабирование подразумевая рост довольного канала допустим с миллион долларов выручки в месяц до десятка и нам кажется что это хороший тезис для того чтобы сделать реально уникорна в этом сегменте вот второй вариант может быть надо рейзить сразу большой раунд в несколько миллионов долларов однозначно наверное недостаток этого подхода является то что придется общаться с фондами тоже ранней стадии но чуть более поздней где срок принять решение может исчисляться от четырех до шести месяцев на закрытие этой сделки и здесь соответственно как бы возникают риски осложнения определенные с одной стороны с другой стороны возможности если есть инвестор который готов зайти быстрее с подобным чеком то фактически мы можем как бы забыть о процессе фандрейза на какое-то более длительное время плюс иметь больше ресурсов для развития третий тезис может быть вообще не рейзить то есть мы постоянно возвращаемся к этому вопросу с фаундерами потому что например мы сейчас хотим проверить гипотезу с инфлуенсерами где продвигается телеграм-бот и мы понимаем что возможно эта штука будет приносить несколько сот тысяч долларов в месяц в ближайшее время то есть на горизонте один-два месяца если это произойдет то нам не нужен фактический раунд единственно стратегия кажется достаточно рискованной но при этом как бы вот в нашей конкретной индустрии пересечения дал и ай реально такие в голове вопросы мысли возникают четвертый вариант поднять один раз и больше не рейзить это близко со вторым вариантом то есть кажется что если зарейзить какую-то большую сумму там 2 3 5 7 миллионов то в нашем сегменте можно добежать до какого-то sweet spot sweet spot от наверное бизнес объемом несколько сот миллионов долларов с рентабельностью более 30 процентов и в принципе на этом остановиться кажется что та индустрия в которой мы находимся она похожа на идол дейтинг на индустрию может какого-то небольшого онлайн казино она evergreen то есть грубо говоря она будет жить вечно и в данном случае если мы будем ее грамотно масштабировать и на полными ресурсами то фактически можно будет оставить это как кэшкау и какое-то время пользоваться этим как стабильным притоком денег вот это в принципе четвертый тезис который у нас есть который вот реально у нас как опции постоянно перед нами висят такие маленькие короткие выводы я сделал для себя в процессе фандрейзинга с точки зрения том числе советов которые инвестора дают первое если есть возможность не понимаете инвестиции понимаете инвестиции не нужно то есть если вы растете на свои деньги у вас нет большого берна на резите не надо будете резать когда такая возможность первую очередь нужно будет 2 если дает деньги пири то есть несколько раз когда нам приходили крупные инвестора и хотели дать чек ребята из венчера говорили мне бери вообще не парься наверное рефлексирующий этот опыт я понимаю что это было правильное решение порой на даму то мы начали торговаться в оценке, может быть, в условиях. Этого делать не надо, он просто, если дают деньги, брать и сильно не заморачиваться. Особенно, если это не сильно влияет на вашу стратегию. Меня в данном случае беспокоило, что такой оффер приходил, в том числе, от стратегического инвестора, который мог значительно влиять на наш подход. И в том числе поэтому мне показалось, что не всем корректно брать у них суммы, особенно значимые. Вот, с точки зрения правильной тактики фандрейса, здесь, конечно, много ребят, я думаю, сегодня об этом поговорят. Я расскажу коротко о своем подходе. Для себя я прикинул, что где-то нужно мне 40 теплых интро, для того, чтобы закрыть раунд от полмиллиона до миллиона. Для этого, скорее всего, мне нужно сделать минимум 20-30 звонков с теми, кто мне эти интро может сделать. И вот я недавно уже закинул в сообщество, в Facebook запрос с просьбой сделать мне интродакшены. И я думаю, что за ближайшие 2-3 недели эти звонки все я сделаю. Что здесь важно? Первое, что warm-интро где-то в 10 раз более эффективно, чем cold-out-reach. По крайней мере, потому фидбэк, который получают ребят из венчура. То есть, если вы хотите работать 10 раз больше, примерно можете с такой же вероятностью пойти в cold-out-reach. Понятно, что если у вас нету нетворка, если у вас нет социального капитала, то теплый интро вам никто особо не сделает, и у вас нету альтернативной стратегии. Но тем не менее, кажется мне сейчас особенно очевидно, насколько важно собирать вокруг себя теплый нетворк, потому что именно он позволяет получать эти правильные заходы на инвесторов. Последний коммент, который я хотел задать на этом слайде, по поводу того, что синдиката как будто бы это достаточно долго. Я вот думал, что хорошо бы зарейзить ближайшие 4-6 недели. Понимаю, что делать синдикат, это где-то минимум 2-3 месяца на его инкорпорацию в Америке, получение счета. Кто-то, если это синдикат, какой-то типа AngelsDeck, у них еще будет инвестиционный процесс, принятие решения. В общем-то, это не то, чтобы быстрая история, ее фактически наделают, скорее всего, не на ранней стадии, может быть, чуть более поздней, но она тоже фактически является достаточно рабочей. Вот какие мысли на будущее есть? Я, наверное, уже буду с презентацией закрепляться. В общем-то, общаясь с фаундерами, много рефлексирую на тему того, насколько фандрейзинг – галимая история. Я думаю, что это в том числе связано с тем, что венчур достаточно токсичен. Мы недавно это обсуждали с одним из фаундерам Еду, который сказал такой тезис, что, ну, слушай, как бы чуваки на этом рынке зарабатывают деньги, им важно, что твоя оценка росла, им остальное все пофигу. И, соответственно, как бы в своей деятельности они будут стараться, во-первых, а, ну, там, по возможности отжать, если это релевант, особенно русскоговорящие, как бы, тусовки, и б, как бы в будущем запушить тебя, чтобы твоя оценка росла, для того, чтобы они могли сделать максимальный экзит. И в данном случае, как бы, подобное целеполагание точно делает их поведение достаточно токсичным, и это все очень сильно отталкивает фаундеров от процесса фандрейзинга. При этом, как бы, я понимаю, что будущее венчура точно в инвестированиях, но, возможно, инвестирование не в компаниях, а когда люди инвестируют в людей, да, об этом говорят либерманы, много кто об этом говорит. И мы тоже как-то для себя, ну, с точки зрения моей долгосрочной стратегии, я вижу, как бы, необходимость в том, чтобы сработать много денег, в том числе, чтобы раздавать их близким, фаундерам, кто действительно может сделать что-то значимое. И для меня эта история не про инвестиции в стартап, а это про инвестиции в человека. Если ты знаешь, что человек перспективный, в этом следующем проекте он точно добьется успеха. Здесь целеполагание меняется, а значит, и меняется токсичность на какой-то более адекватный дискурс, который позволяет, в том числе, строить отношения с фаундером, а не пушить его к достижению какой-то цели, несмотря на что он там теряет свое здоровье и так далее. Поэтому, мне кажется, одной из целей Хигай является создание подобного рода экосистемы, в которой люди инвестируют в людей. И более того, есть какая-то группа поддержки, ну, не знаю, клуб анонимных алкоголиков, да, который не хочет фандрейсить, но вынужден. И, соответственно, это позволяет, в том числе, за счет общей синергии, двигаться вперед. Мы, на самом деле, похожий продукт делаем с Ваней Махортовым, который, возможно, сейчас возьмет слово и тоже коротко расскажет. Мы называем это Venture Intensive, как раз, где собираем ребят, у которых есть цель фандрейсить, даем фидбэк по пичу, много чего, каких-то ништяков, которые может дать сообщество на базе своих ресурсов. И, фактически, пытаемся как-то сменить эту парадигму, чтобы у фаундеров не было отношения к венчеру как к токсичному. Вот, в общем-то, это конец моей презентации. Готов ответить на вопросы, и, если нет, передай слово Ваню. Фух. Спасибо, Паша. Есть вопросы, между прочим. Бывают инвестиции инвесторы, которые не будут влиять на команду и стратегию, то, что тебя пугало, если взять деньги? Или это очень редкий зверь? Слушай, конечно, такие бывают. И я думаю, что найти их – это как найти, знаете, идеального сотрудника, который бы и по ценностям соответствовал, и по компетенциям. Просто в случае с поиском инвесторов ты обычно ищешь того, кто тебе даст деньги, а не того, кто тебе подходит. И это, кстати, очень печальная история, потому что фактически все это влияет на успешность фандрейзинга. И тебе проще сфокусироваться на тех, кто дает, а не на тех, кто подходит. Вот. На что именно ушли 300 тысяч? Первые 150 ушли на разработку. Оставшие 150, ну, где-то, может, половина на маркетинг, которым мы финансируем, часть окупается. А вторая половина, ну, на определенный убыток, который связан с ростом количества персонала. Для этого очень много хайрили. Так, вижу, Настя хочет задать вопрос. Настя, давай, жди. Паша, скажи просто, какие каналы маркетинга все-таки оправдали себя для вашей сферы? Слушай, ну, у нас все просто. Мы закупаем фейсбук и гугл. Предполагаем, что... Старая добрая закупка фейсбука? Да, единственное, фейсбук, конечно, есть ограничения из-за того, что он постоянно видит в нас дейтинг, а дейтинг суперсильно пессимизируется в фейсбуке. Возникают постоянные вопросы в бане креативов и очень большом количестве проблем с кабинетами. однозначно мы доберемся до ТикТока и, возможно, до сеток типа молоко, где рекламируется видео уже без особых ограничений в модерации. Вот. Ну и фактически наша сейчас одна из гипотез текущих – это проверка рекламы веб-сайта, чат Romantic AI, в котором мы в какой-то чуть более эксплицитный контент будем отправлять и несколько другую стратегию лендингов и паилов тестировал. Типа веб-воронка, да, на которую сейчас все пересели, вот эту историю отдельно строите, да? Прикольно. Я думала, вы на органике, я думала, вы на Асошке там полетели. Асошку точно нам дала возможность сэкономить очень много денег на закупке трафика, потому что могли проверять гипотезы АБ по продукту на органике, а не закупаться. Но уже, где-то начиная с июля, мы с июня мы начали закупаться, и причем в плюс. Клево. Спасибо. Так, спрашивает Сюзанна. Паша, как думаешь, почему предлагали деньги, когда они были тебе не нужны, ты не хотела брать, а сейчас не предлагаю ты еще выход сам? Это связано с рынком, продуктом, вашим подходом? Я не знаю, если честно, я еще это не рефлексировал. Ну и надо понимать, что когда деньги давали, не то, что мы прям отказывались, мы просто как-то типа ломались. И, наверное, ломаться не надо было, надо было просто брать. То есть, как бы, там не был тезис, что мы были против. Не знаю, у меня долгое время была такая история. Ну, мне очень нравится такой тезис, когда ты говоришь инвестору, давай зайдешь по оценке 5. Он говорит, не зайду. Ты говоришь, ну окей, вернусь, когда оценка будет 10. Возвращаешься, когда оценка 10. Он говорит, не зайду. Я говорю, окей, вернусь, когда будет 15. И так далее. И вот, как бы, не то, чтобы у меня большая воронка инвесторов, которые несколько раз уже отказались, но она есть. И мне кажется, что вот формирование такого фома, оно в конечный момент и должно привести к факту привлечения инвестиций. Но это не точно. Мне интересно, вот какое твое, вот сейчас ты начал искать инвестиции, какое твое субъективное мнение по рынку? Вот все говорят про венчурную зиму, особенно с учетом того, что вы в ИИ, в сфере, которая на хайпе. Слушай, я не знаю. Все-таки надо понимать, что там я пообщался с инвесторами уже где-то 15-20 звонков и в основном только делаю вид, что я занимаюсь фэндрейзингом. Сложно сказать определенно. Наверное, из тех инвесторов, кто в окружении и в комьюнити находится, я вижу намного больше осторожности, особенно среди русскоговорящих инвесторов, в том числе из-за того, что многие стартапы сейчас закрылись, очень много негативных кейсов на рынке появилось. Я вижу, как в том числе синдикаты, как мне кажется, стали более консервативными, да, и как-то они начали больше смотреть на рентабельность, больше смотреть на мультипликатор выручки к оценке, так, чтобы это не было чем-то заоблачным. Я думаю, что это, в принципе, характерно для всего рынка, но при этом деньги у инвесторов действительно как будто бы есть, как говорили многие наши предыдущие спикеры, но при этом как бы усилился, скажем так, подход с точки зрения фильтрации. Особенно, да, наверное, среди ангельских денег, действительно как будто я это чувствую, но, наверное, твердо или смело утверждать на эту тему не могу. Спасибо. Илья, я видела твою руку, ты пытался задать вопрос, но куда-то потом ее упустил. Да, 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 хотел задать вопрос. Привет, Паш. Привет. Спасибо за презентацию. Возможно, я упустил что-то, хотел узнать. Получается, вы сейчас уже прошли брейк-ивен или еще мертв? Слушай, мы где-то, наверное, с конца прошлого года начали быть прибыльными, но из-за того, что в мае, наверное, где-то в начале лета мы начали наращивать косты, в том числе на техническую команду, начали уходить в легкий минус. Вот. И все это сказалось на нашей рентабельности. Я бы не сказал, что мы стабильно каждый месяц брейк-ивен. И, наверное, последний квартал мы стараемся все-таки немножко сжечь денег, чтобы расти. Окей, окей, я понял. Да, мне было интересно, почему вы сейчас поднимаете Bridge Round, исходя из того, что ты делился тем, что вот вы уже прошли брейк-ивен и как вы движетесь. Окей, спасибо. Там есть какие-то, знаешь, суперстранные нюансы со стороны, они так выглядят. Типа, я не очень большой специалист, но от многих людей слышал фидбэк, что четвертый квартал очень разогрет по ставкам в Фейсбуке. То есть реально Черная Пятница, Киберпонедельник, Рождество – это все удорожает трафик в 3-4 раза. То есть у меня как бы партнеры здесь, из-за того, что у них опыт в affiliate маркетинге, они очень-очень заранее подошли к этому вопросу и сказали мне, чувак, у нас вот там маркетинг летом склеился, а осенью, скорее всего, ну, четвертому кварталу не склеится. Начнет склеиваться с января. Может быть, чтобы не терять в трекшене, да, имеет смысл зарейтить, чтобы там четвертому квартале инвестировать в продукт, чтобы там со следующего года начать расти большими темпами. Потому что если мы будем как бы руководствоваться в первую очередь своей обороткой, в том числе наращивание костов, то, наверное, имеет смысл сокращать косты, допустим, перед таким периодом. Но из-за того, что мы видим огромное количество перспектив на рынке, мы решили посмотреть все-таки в сторону фандрейзинга. Хотя, как я и сказал на предыдущих слайдах, если можно не брать, не бери. Согласен. Спасибо. Спасибо за ответ. Спасибо. Тогда, может быть, передадим слово Ване еще на… Супер. Давайте передадим слово Ване. Ваня – наш очень любимый ментор, участник, адвайзер и просто человек-помощь, который помогает, в том числе, проводить нам разборы в Хигай. Вань, спасибо тебе большое за то, что ты с нами. И, да, передаю тебе слово, чтобы рассказал про нашу очень классную инициативу, которая, мне кажется, у нас родилась пару месяцев назад. Ага, спасибо большое, Паш. Кайфуюсь сегодня от выступлений, от всех и от твоего. Тоже очень классный контент, как всегда. Собственно, хотел рассказать вкратце о той истории, да, о которой мы в последнее время работали и которую хотим сегодня презентовать. Я, когда перефиксировал, готовился сегодня с утра, подумал, что, может, я где-то слышал эту мысль, не знаю, что фондрейсен часто похож на серфинг для многих. И особенно для тех, кто первый раз видит это, да, часто люди смотрят на картинку, вот эту красивую, да, и думают только об этом. Но на деле те, кто хоть раз занимался серфингом, понимают, что там 80-90% всего процесса – это пэдл, да, грести, говорится, много работы. И для того, чтобы сделать этот процесс веселее, да, и как-то поддержать, в том числе и у серферов, да, есть команда, есть группа, поэтому хочется сделать что-то типа серф кэмпа, да. Мы назвали это фондрейс интенсив, вот, где мы в течение трех недель хотим с группой фаундеров, которые сейчас активно рейсят и поднимают деньги или готовятся к этому, провести их по всем этапам, да, и пойти вместе с ними в эту историю. Фондрейс интенсив будет таким логичным продолжением сегодняшней конференции, да, и многие из сегодняшних спикеров будут ведущими воркшопов на протяжении этих трех недель. Всего у нас будет шесть воркшопов, где мы по два часа будем уже непосредственно проходить практику и с самими фаундерами, разбирать их проекты, разбирать их воронку, эпидждек, заполнять заявку в акселератор, помогать им с непосредственным там, да, интро, да, с ребятами и работать с базой. Вот, выстраивать их стратегию, да, то есть это такой первый поинт нашего интенсива, второй поинт, о котором сегодня тоже много говорили, да, там Виктор и вообще в целом, да, как бы все, кто поднимал хоть раз деньги, знают важность этого, важность pitch practice и важность умения там в короткий промежуток запитчить свой проект и ясно донести другим незнакомым людям свой проект. Да, у нас будет специальный сервис, да, через который мы будем мэтчить участников интенсива и экспертов и после питча будет возможность составить, получить структурированную обратную связь с ответами на вопросы и запись питча, да, посмотреть, то есть это чуть ли не ключевая, да, вещь, я согласен с Виктором, в фандрейсе именно классно запитчить, да, свой проект, поэтому сюда мы тоже будем много уделять внимания. Ну и третье, это, конечно же, наши менторы, наши эксперты, с которыми мы будем делать теплое интро, да, то есть это наш адвайзере-борд, как сказал Паша, я веду разборы, и я думаю, я считаю, менторы, эксперты одна из сильных и отличительных черт Хигая вообще в целом, да, удалось собрать такое большое количество менторов и экспертов, и здесь мы всячески за то, чтобы собирать и давать интро, да, и помогать стартапам развивать их продукт, да, и поднимать инвестиции, вот. Если резюмировать, три недели, шесть воркшопов, неограниченное количество питчингов, да, сколько будет времени у фаундеров, да, 10 интро, это то, что мы хотим провести, стартуем мы в ноябре, да, через 3-4 недели, сейчас ребята, наверное, скинут форму в чаты, да, если кто-то будет заинтересован. По поводу того, сколько это стоит, финальная стоимость этого продукта тысяча рублей, тысяча долларов, сори, тысяча рублей, да, но сегодня для всех, кто нас слушает, да, и для всех, кто с нами, до конца недели мы решили сделать скидку 20%, да, здесь такой хэштег Юля попросила, вот, мы с Пашей, конечно, не хотели этого делать, негласно, вот, но специально для Юли, да, мы, потому что, на мой взгляд, там, три недели работы, это действительно ценность этого продукта намного выше, чем заявлено здесь, вот, поэтому welcome, будем рады всех видеть, у нас уже есть несколько ребят, да, кто вписались в эту историю, вот, будем рады помогать всем, как написал мне Кирилл Солгалов вчера, вместе мучиться и вместе радоваться успеху, да, поэтому welcome, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...